Вот Вятка Тудэй, а вот Киров. Как вот неразлучны эти два деревянных хэштега, так и неразлучны мы с нашим любимым городом. Если что-то где-то, напали на наш город, где-то вот во дворе какая-то проблема, мы как старший брат приходим и говорим, это чё такое? Это чё? Это чё такое? Рубрика наболела, посмотрим, кто обижает наши дворы. Где же найти в одном месте и оконные рамы, и бутылки, и яблоки, только на перекрестке улиц Песочной и Гастелло? На этой прекрасной свалке. Только вот прохожие ничего прекрасного о ней сказать не могут. Антисанитария возникает, мухи появляются, гниет продукция. В этом виноваты обслуживающиеся организации, которые вывозят мусор. Они должны своевременно вывозить. Тут все виноваты. Если ты видишь, что большая свалка, зачем это всё кидать вот так вот, с одной стороны? А с другой стороны, тут мало кто платит за контейнер, за этого. Это надо в первую очередь самим людям. Зачастую вот проходишь, и прямо валят, прямо из пакетов валят. Больше всего от этого мусора страдает Мария. Её дом находится рядом с контейнером. Вот я в прошлом году пыталась сажать здесь цветочки. Но какой смысл, когда собаки таскают сюда вот этот весь мусор постоянно. Здесь мало того, что он здесь, он всё у нас за забором. Разговаривая с Марией, я поймала себя на мысли, что где-то её уже видела. И тут я вспомнила, что два года назад мы уже несколько раз приезжали на эту улицу. Короче говоря, пункт А. Мусор очень редко вывозят. Пункт Б. Всего один контейнер на целый квартал. И пункт В. Контейнер находится слишком близко от домов, и весь мусор прилетает на участки местных жителей. 15 декабря. Приехала комиссия. Что-то решать с проблемой. Представитель Ленинского территориального управления напрочь отказался общаться на камеру. Позвоним чуть выше. С Ахом совместно мы сегодня продумываем мероприятие. Убираем вообще контейнеры и площадки. А те, кто заключил с Ахом договор на вывозку мусора, он им даёт маленькие карьеры евроконтейнера и по графику вывозит уже от каждого домовладения. Но, как мы видим, спустя два, целых два года ничего не изменилось. Мария всё так же пытается достучаться до администрации, но всё бесполезно. И когда вот с господином Торховым мы на эту тему ведём разговоры, предстоянно, причём я в администрацию, туда уже дорогу конкретно знаю, должна была идти в мае месяце. Мне отказали о том. Должна была вчера идти на приём по этой же мусорке. И мне опять отказали, мотивируя это тем, что это же один единственный вопрос. Чего его решать, чего его мусолить? Как говорят, обещанного три года ждут. Исходя из этой пословицы, господин Торохов выполнит своё обещание через год. Поэтому жильцам остаётся только терпеть и ждать. Надеемся, что эта запутанная история с мусором в скорейшем времени всё-таки разрешится. Оксана Стяшкина специально для программы «Виатка Тудей».